По традиции в конце августа педагогическое сообщество «Буя» принимает активное участие в конференции работников образования нашего города. В этом году она была посвящена следующей теме – результаты и перспективы развития муниципальной системы образования городского округа город Буй, требования, возможности и ответственности. Мероприятие открывалось с работы интерактивных экспозиций. Их посетили все желающие. На конференции мы представляем интерактивную площадку достижения системы образования городского округа город Буй. Хочется отметить, что эта площадка продемонстрирована была и на областной августовской конференции в этом году, где получила высокую оценку. Нашим учреждениям есть чем гордиться. Инновационные проекты вызвали огромный интерес у почетных гостей конференции – главы нашего города Валерия Катышева, его заместитель Татьяны Поповой и депутата областной думы Олега Скобелкина. На каждой площадке проходило живое общение и демонстрация интеллектуальных, технических и творческих результатов образовательных учреждений. Всего было представлено шесть интерактивных экспозиций. Детский сад номер 15 «Огонек» показал, как можно использовать ИКТ в образовательном процессе в дошкольном учреждении для создания единой информационной среды. Реализация индивидуального учебного проекта посредством сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального образования были представлены школой номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова и Буйским техникумом градостроительства и предпринимательства. Центр дополнительного образования «Уникум» представил индивидуальные образовательные маршруты самоопределения школьников, а Дом детского творчества – современные технологии в образовательном туризме. Вторая школа работает над проектом «Школьное телевидение. Окно ТВ. Новые горизонты». Школа номер 9 представила 3D-технологии и робототехнику образовательной деятельности. В течение учебного года в последнее время наше учреждение завоевывает победы и федеральные и региональные гранты. В этом году лучшими учреждениями года в Костромской области стали школа номер 9, которая организует проект по информационно-библиотечным центрам. В 2017 году наша школа принимала участие в конкурсном отборе государственных и муниципальных образовательных организаций Костромской области, реализующих проекты информационно-библиотечного центра, где мы одержали победу и стали победителями. По результатам данного конкурса мы получим комплект оборудования и доступ к электронной системе ЛитРЭС, который позволит, я так думаю, повысить читательский уровень и отвечать требованиям современного читателя. Нам очень приятно, что второй год подряд в конкурсе «Региональный учитель года» победу одерживают педагоги нашего города. В прошлом году это был педагог дополнительного образования Лебедева Нина Николаевна, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, а в этом году грандиозную победу одержала Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии школы номер 13. И ей предстоит поездка на заключительный этап данного конкурса. Защищать не только город, вы представляете, но и всю Костромскую область на данном серьезном, ответственном конкурсе. Мы желаем ей победы. В современной жизни стало модно быть успешным. Успешный бизнесмен, успешный политик. Сегодня на августовской педагогической конференции мне бы хотелось поделиться мыслями об успешном учителем. В прошлом учебном году я стала победителем конкурса «Учитель года». Это был региональный конкурс, а также победителем конкурса ПНПО. Сегодня на августовской конференции я раскрываю свои секреты педагогического мастерства. В региональном конкурсе «Учитель года» принимала участие представитель информационно-методического центра отдела образования города Буя Ирина Татаринцева. Она стала призером в номинации «Методист». В конкурсе муниципальных методических служб наш Буйский метод-центр стал лучшим и выиграл грант в 150 тысяч рублей. В данном конкурсе оценивался сайт информационно-методического центра и оценивался проект развития муниципальной методической службы. Наш сайт получил очень высокую внешнюю оценку. Проект у нас находился уже на стадии реализации. Мы данный проект реализовали в рамках региональной инновационной площадки, тема которой объединенные коммуникации как эффективное средство управления муниципальными проектами. Данной площадкой руководил проректор Костромского областного института развития и образования Скворцов Аркадий Евгеньевич. Под его научным руководством мы данный проект реализовали и он, в общем-то, и стал проектом развития нашей муниципальной методической службы. И с теми результатами, с которыми мы вышли в конце реализации проекта, мы эти результаты представили на данном конкурсе. За что и были высоко оценены, мы стали победителями конкурса муниципальных методических служб. Со словами приветствия к присутствующим обратился глава городского округа Городбуй Валерий Катышев. Вопросы создания комфортных, безопасных условий для обучения и воспитания постоянно находятся в поле зрения городской администрации. Валерий Катышев вручил отраслевые награды работникам образования. Нагрудным знаком почетный работник сферы образования Российской Федерации награждена директор школы НМР-9 Людмила Румянцева. Я хочу сказать слова огромной благодарности моему коллективу, так как моя награда, которая вручена вот в данный момент, это заслуга, конечно, моего замечательного педагогического коллектива. Поэтому огромное спасибо за ваш кропотливый труд и за нашу сплоченную дружбу. Огромное спасибо 9-й школе. Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации награждены директор школы НМР-37 Татьяна Паладьева и учитель физики школы НМР-13 имени Рудольфа Александровича Наумова Любовь Астанина. Я также хочу выразить благодарность и своему коллективу, и отделу образования за то, что оценили нашу работу, наш труд. И всех поздравляю с наступающим днем знаний и коллег, и ветеранов педагогического труда. Желаю всем крепчайшего здоровья, счастья, творческих успехов, семейного благополучия и мирного неба над головой. На сцене Дворца культуры чествовали ветерана педагогического труда Альбину Алексеевну Гужову. Ее педагогический стаж составляет более 40 лет. Недавно Альбина Алексеевна отметила прекрасный юбилей. Она продолжает деятельность в школе номер один учителем немецкого языка. Валерий Катышев и Олег Скобелкин поздравили все педагогическое сообщество с началом учебного года. Все присутствующие ветераны педагогического труда получили цветы. Я вам хочу сказать на сегодняшней конференции огромное спасибо, что вы выбрали эту профессию, которая стала смыслом в вашей жизни. Спасибо вам за то, что вы есть. Хорошего вам праздничного настроения, хороших учеников и побольше зажигать звездочек. С праздником вас! Успехов, новых свершений, новых достижений, новых побед вам и вашим ученикам в новом учебном году. Спасибо. В заключении я бы хотел, чтобы когда поздравляют ветеранов, каждый из нас вспомнил, как звали и лицо своего первого учителя. Еще раз праздник. В этом году в школах города будет обучаться 2816 учеников, а садики посещает 1170 дошколят. Первые за парты сядут 320 первоклассников. В образовательное учреждение пришли молодые педагоги. Коллектив школы номер 2 пополнился двумя специалистами. Сюда пришли работать учитель географии Екатерина Исаева и педагог-организатор Виктория Федотова. В школе номер 9 начинает свою деятельность учитель начальных классов Ольга Шемякина. В школе номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова будет работать учитель иностранного языка Екатерина Кириллова. В детский сад номер 7 «Светлячок» пришла воспитатель Виктория Петушкова. Начинающих педагогов приветствовала заместитель главы администрации Татьяна Попова. Дорогие молодые педагоги, мы вас очень-очень ждали. Вы нам очень-очень нужны. Работайте творчески, работайте с огоньком. Я уверена, что педагогические коллективы обязательно выделят вам опытных наставников, которые помогут вам освоить педагогическую профессию. Помните о том, что педагогическая профессия требует от вас большой ответственности, большой дисциплины. Где-то может быть самопожертвование. Поэтому не бойтесь ничего, верьте в свои силы и у вас обязательно все получится. В добрый путь! В процессе работы конференции прошли выступления о результатах, перспективах развития муниципальной системы образования города Буя. Заведующая информационно-методическим центром отдела образования Любовь Бочагова рассказала о программе повышения эффективности муниципальной методической службы. Людмила Румянцева, директор девятой школы, говорила об основных направлениях работы по поддержке развития мотивационных, интеллектуальных и творческих возможностей детей через проект создания в школе информационно-библиотечного центра. Тема выступления «Секреты педагогического мастерства» в ГОСТ второго поколения «Опыт проблемы и перспективы» звучал со сцены от Ларисы Смирновой, учителя географии, школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. Наталья Селенина, учитель математики второй школы, рассказала о встрече губернатора Костомской области Сергея Ситникова с классными руководителями выпускных классов. Для всех педагогов школы выступали учащиеся второй школы, коллективы, солисты Дома детского творчества и Дворца культуры. Хочется поздравить всю педагогическую общественность города с наступающим учебным годом. Мы желаем вам успехов, творчества, энтузиазма в работе и пусть этот год будет познавательным, интересным и запоминающимся. Уважаемые педагоги, учащиеся родители, от всей души поздравляю вас с началом учебного года. Вам, дорогие ребята, желаю высоких результатов, достижений. В преддверии нового учебного года я хочу поздравить от себя лично все педагогическое сообщество и учащихся в школах города Боя с наступающим новым учебным годом. Хочется пожелать доброго здоровья, хорошего настроения, новых творческих идей, профессиональных побед, способных учеников и благодарных родителей. А ученикам хочется пожелать постигать новые высоты в освоении учебных предметов. Уважаемые коллеги, а вам добрых, отзывчивых и благодарных учеников, крепкого здоровья, творческих успехов и профессиональных достижений. Хочется всем коллегам в новом учебном году пожелать творческих успехов, самосовершенствования и, конечно же, здоровья вам и вашим близким. Уважаемые коллеги, позвольте поздравить всех вас, присутствующих в этом зале, с началом нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы все ваши планы в новом учебном году обязательно осуществились, чтобы новый учебный год принес вам очень много высоких результатов в вашей работе и очень много высоких результатов, которые достигнут ваши воспитанники, ваши ученики. Пусть эти результаты будут обязательно заслуженными. Хочется пожелать вам творческого вдохновения, здоровья и успешного нового года.